В этом году легенда отечественного автопрома отмечает 60-летие. В конце января 1958 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый серийный автомобиль УАЗ-450, именуемый в простонародье Буханкой. Ульяновские конструкторы создали единственную в мире машину вагонной компоновки, малой грузоподъемности и повышенной проходимости. Двигателем развития отечественной промышленности зачастую выступала армия. На оборонный, выражаясь современным языком кластер, уходили большие ресурсы и лучшие идеи. Армии требовалась санитарная машина. Главные требования – проходимость, мощность, простота, производство и обслуживание. В 1955 году на заводе начали разрабатывать проект. То, на что современный человек не обращает внимания сейчас, а это каркасный кузов, ходовая, управление, тогда было первостепенной задачей. Рудовый колеса находился здесь. Но сама колонка выходила вот так туда, внутрь, понимаете? И варанка была повернута позже. Сидеть-то было, водителю приходилось боком сидеть. Для макета, для того, чтобы проверить надежность, это можно было допустить, но для пускать производство это нельзя было. Были и другие проблемы. Кузов изначально был панельным, то есть боковины были цельными, как и крыша. Изготовить, а тем более отремонтировать их в условиях боя было невозможно. Поэтому появился каркасный кузов. На 450-е, первое, так сказать, семейство, очень трудно было обуслуживать двигатель. Я недаром сказал однажды вам, что там был огромный сундук. Где-нибудь, я не знаю, у нас существует, мы 450-е, это старое. Добраться к двигателю, который был очень высоко над рамой и выходил в кабину, это было сидение, сундук, сидение. Очень тесно. Решение было найдено несколько позже, поэтому в современных буханках просторнее. Но и до этого машина стала прорывом в автомобилестроении. Многих удивляет, что буханка до сих пор востребована не только у нефтяников, знатоков российского бездорожья, но и в Европе, например, в Италии. Там на буханках возят экскурсии на вулкан Везувий. Сейчас производство УАЗ, 452, второе семейство 450-х, составляет почти половину всей продукции, выпускаемой заводом. Путь к совершенству всегда труден. Поэтому они сделали совершенно новую компоновочку. Тут все совпало. Они двигатель оттащили назад и опустили его вниз. Тем самым какой-то элемент развесовки по осям был совершенно изменен. Но мало того, что кабина-то получилась совсем-совсем другой. Все конструктивные изменения улучшали машину в целом. Перенос двигателя сделал машину устойчивее, безопаснее и комфортнее. Носилки для раненых сменили сидения для пассажиров. Вслед за сидениями возникла боковая дверь. Раньше в УАЗик можно было войти только сзади. Люки для подъема двигателя, упрощение внешних форм – все это удешевляло производство и упрощало обслуживание. Армейский потребитель был доволен. Кстати, по сей день все УАЗы числятся в Министерстве обороны. При необходимости они все будут мобилизованы. Долгое время УАЗ был главным градообразующим предприятием. Одних буханок за год выпускали десятки тысяч. Завод не стоит на месте и сейчас. Разрабатываются новые машины, улучшаются старые. Что-то выпускается для экспорта, что-то идет на внутренний рынок, что-то так и остается разработкой. Ежегодно на заводе выпускают около 30 тысяч машин, в зависимости от поступающих заказов. Вообще хочу сказать, что все минивены, которые здесь, в нашем выставочном комплексе, они все разные, но интересные. Каждый по-своему. Ну и вот в данном случае этот тоже очень такой плавный обводок, красивый такой получился автомобиль, но он также как опытный, экспериментальный, такой считается автомобиль. Наследникам буханки сложнее. Если в советское время для выхода в серию моделям требовалось только успешное воплощение конструкторских идей, то теперь всем правят законы маркетинга и рынка. Поэтому многие внешние и внутренние удачные модели можно увидеть только в музее. Они не уступают, а где-то и превосходят аналогичные машины, активно разъезжающиеся по дорогам всего мира. Но перестроить производство в наше время сложно. Тем не менее, завод крепко стоит на ногах, производя уже знакомые потребителю машины, самая заслуженная из которых – легендарная буханка. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. 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 Новости Ульяновской правды.